Вот так легкими взмахами кисти на холсте художницы Марины и Коку постепенно появляется морской пейзаж. Пока что трудно узнать на картине балаклаву, но уже можно разглядеть очертания катеров и горный рельеф. Набережная Назукина для Марины место незнакомое. Девушка из Санкт-Петербурга, а родители родом из Нигерии. В Севастополе оказалась впервые. Виды балаклавы напомнили ей Средиземноморье, чем и вдохновили на создание шедевра. Я впервые в Крыму, и это настолько похоже на Средиземноморье, на Сицилию, на Испанию. И я не ожидала, что это настолько прекрасно и вдохновляюще, честно говоря. Удивительное место. Начала рисовать, кстати, тоже на Черном море, потому что у меня такая длинная история моей семьи, но в какой-то момент мы переехали в город Новороссийск. И я была в пятом классе. И действительно мне захотелось учиться уже серьезно искусству. А вот Андрей Мишов из Москвы уже много раз бывал в нашем славном городе и каждый раз возвращается за вдохновением. Деталям на холсте он уделяет особое внимание, смешивая краски, создает новые цвета и прорабатывает каждую мелочь. Кстати, Андрей еще и профессионально занимается армрестлингом. Искусство и спорт он совмещает уже более 25 лет. Я выхожу из отомственной семьи художников. У меня мама, папа тоже художники. В детстве они были против того, чтобы я занимался спортом, так как это отнимало много времени. Мне говорят, больше рисуй, больше пиши, пригодится больше в жизни. Ну вот так сложилось, что у меня по жизни это идет параллельно. То есть все-таки спорт – это как хобби, а искусство – это как живопись. Это моя вторая натура. В международном пленэре приняли участие и заслуженные художники России. Петр Стронский поделился. Такие места, которые совмещают историю и эстетику, порой найти трудно. Такой красоты, как здесь, как в Севастополе, как в Балаклаве, трудно найти. Это совершенно удивительные места и исторические, и, конечно, с точки зрения эстетики и ценности для живописи, для пейзажа. Проект «Севастополь. Весна 2024» у нас представлен впервые. По словам организаторов, местом проведения пленэра был выбран город-герой Севастополь не просто так. Здесь участники смогут по-настоящему ощутить дух патриотизма и героизма. Мы все российские люди, мы любим Россию. И Севастополь для нас – это сердце, это стержень нашего флота, это стержень героического прошлого народа, это стержень христианства. Здесь, насколько я знаю, была крещена Русь. Поэтому для нас это очень важно и актуально в данный отрезок времени. Увидеть готовые картины сможет каждый желающий на выставке, которая откроется 13 апреля в Севастопольском центре культуры и искусств. Анжелика Желнина, Андрей Вовк, Новости Севастополя.